По геологии и строению Земли современные взгляды на протекание исторических процессов, они местами неадекватны, совсем местами неадекватны. Более того, это вообще очень странная ситуация. Представьте, человечество на Земле живет это многие тысячи-тысячи лет и нет уверенной передачи информации о строении Земли, о протекании каких-то процессов. Научно-образовательной информации нет. Тот пласт, который мы считаем научным, он образовался буквально последние столетия, а до этого вообще вакуум, тишина, ничего нет. Есть представления, которые озвучиваются, ну прям невозможные представления. Большинство биологов понимают, что невозможно никакое накапливание, аккумулирование растений для образования угольных пластов. Чисто технически это невозможно, чтобы столько растений напрессовались, чтобы они как-то технически формировались. Посредством естественного произрастания, падания древесины слоями, прессовки этого всего, чтобы получить вот те угольные пласты, которые есть. Но технически возможно это получить в результате потопа, когда именно в тех-то котловинах соберутся эти угольные наносы. Но это концепция, которая не находит понимания у большинства ученых, геологов и так далее. И вообще в целом по науке у нас получается официальная сказка, официальная теория всегда доминирует. Если изначально историкам сказали, верьте в это, они будут верить в это, геологам сказали, верьте в это, они будут верить в это, тут если что-то выходит за край этой веры и даже какие-то факты, это будет отрицаемо. И таких примеров очень много. Если продолжать вот эту тему с угольными пластами, вообще с месторождениями, ну вот у нас очень большие основания считать, что и угольные пласты, результат потопа, и залежи залежи тех же мамотов в мерзлоте и вообще широких групп животных, это по всем показаниям, это как будто был большой потоп, перелив воды через континенты, унос животных и растительности в другие регионы, в те места, где она в принципе не проживала, эта растительность, где она не произрастала, где эти животные. В принципе, мамонты могли быть занесены вот в эти северные области из других районов земли, вот они могли тысячи километров туда быть принесены с грязью, с волной, с результатами этого потопа вымершие, умершие живые, умершие единовременно, вот это все вот этот большой пласт захороненный в мерзлоте на животных, он мог туда быть унесен и принесен единовременно в результате вот большой стихии. Дальше очень с точки зрения, вот как раз, вероятности вот есть места в том же Китае, где в отложениях очень много присутствует окаменелости богато представлено из из слоя в слое ребята добывают окаменелости, 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 окаменелость это тоже может быть результатом не только какого-то случайного фактора это тоже может быть в результате каких-то глобальных катаклизмов просто в одном месте собиралось и прессовалось. поэтому поэтому с точки зрения образовательных материалов надо считаю возродить ту традицию как печатали учебные издания в конце 19 века 20 в начале когда любая образовательная литература начинала, что есть гипотеза такая-то по ней строение такое-то, такое-то не было такого уверенного доминирования недоказанных теорий что одна теория должна какая-то подбедить на другой если вы не имеете точных данных а там где точные данные есть надо говорить правду надо говорить да, есть точные данные по-другому невозможно и когда вы говорите это то вы даете понимание человеку подрастающим который постигает эту информацию что касается городов и занесенных первых этажей и так далее ну это естественные процессы возможно ну как базовая ситуация что возможно воздействие стихии и возможен просто человеческий фактор эксплуатации данного города данного поселения на данной территории но потопляемая например зона да то есть у вас в течение там нескольких десятилетий или столетий затапливает город затапливает город затапливает и естественная ситуация что кто-то хочет отсыпать улицу да поднять мостовую если здание готовое то она насыпается выше и выше списывать это все на единовременное затопление что произошло затопление глобальная катастрофа нанесли грунт и на базе этого утверждать что-то здесь оснований нет здесь надо просто каждый фактор отдельно смотреть нет оснований для поддержки вот этих теорий которые выстраиваются по невозможности чего-то или по фантастическому фактору который является не имеет достаточных оснований в принципе логика все и расставляет закон достаточного основания если нет оснований значит нельзя делать строгий вывод надо просто об этом честно говорить а по по наносам еще на память пришел момент не восстановлю какой город населенный пункт но по американским хроникам был населенный пункт на холмистой местности холмистой сейчас на этих территориях ровная местность со временем все выровнялось естественно там были по факту находят и закопанные фундаменты на несколько этажей то есть и ну по крайней мере есть данные что это так так что возможно обычная технократическая версия освоения человеком территории плюс заглубление здания в каком-то грунте есть то что уходят здания действительно в глубь на формате любой деревни когда поднимаются дороги у нас здания все глубже и глубже уходят ниже и так далее плюс постоянный привоз того же грунта в огороды в форме удобрений жизнедеятельность она меняет ландшафт как бы в этом не всегда нужно удивляться да просто схему представлять в некоторых моментах динозавры в принципе могли погибнуть от сусликов и элементарно суслики грызут яйца и ну не дают тебе возможности продолжать потомство когда погибают от метеоритов там не имеется ввиду что метеоритами их по голове поубивал этих динозавров там имеется фактор влияния полностью на природу в результате того-то того-то какого-то природного явления ну вот образно ну вот если просто климат в результате падения метеорита поменялся на ну 5 градусов допустим какую-то часть года была температура ниже нуля в тех местах где ей не положено быть во что у нас превратятся холоднокровные рептилии они превратятся в нормальные такие холодильники запасов мяса они будут лежать эти динозавры любой сусик может подойти ему ногу грызть естественно ну все эти эти животные вымерли о влиянии на климат природных факторов попадался материал про голод в Швеции я не восстановлю по-моему это или 1800 какие-то года или 1700 какие-то года голод в Швеции который произошел из-за извержения вулканов в Средиземноморье 760 866 866 866 вот там был голод который произошел за извержение вулканов в Средиземноморье потому что выброс был такой что ну прозрачность атмосферы была изменена в определенном смысле это сказалось на урожае на осадках на всем грубо говоря не собран урожай и в результате голодовали целые народы по странам и континентам то есть если человек при всех своих ухищрениях попадает в такие ситуации в те времена когда уже как бы и продовольственная безопасность более-менее была уже картофель был культивировался самый безопасный вид у нас как считается что до введения в аграрный оборот картофеля мы жили в общем в опасном таком земледелии после появления картофеля уже почти все селяне стали выживаемы независимо от погодных условий потому что на картошке всегда можно продержаться выжить до следующего года если не будет потоп ну да потоп вещь такая теперь по катастрофам эти материалы если я не ошибаюсь Ломоносова сведения о шурфах пробиваемых тоже в Средиземноморском регионе когда послойно что находят прикопки колодцев и вот эти вот наносы это говорит о том что хотя бы в том регионе менялась плодородный слой поверхность земли неоднократно в течение эксплуатирования ее человеком что неокаменившие снопы находят в нижних слоях в земле то есть это говорит действительно о целой группе катаклизмов которые происходят на планете с определенной регулярностью после которых собственно мало что остается информативного вот это вот просто если представить что если сейчас смоет землю выживет сколько-то процентов людей там допустим полпроцента и они начнут на руинах цивилизации которая осталась где-то там в горах где-то там в тибете и они начнут возрождать заселение земли с этого порога то вся предыдущая информация все носители информации будут уничтожены практически или погребены и скорее всего это данные с которой мы работаем и может быть как раз календарь первый он от этого берет начало мы перепрыгали на календарь который от Рождества Христова был календарь жидо он как бы шесть тысяч семь тысяч или сколько там лет он уже от какой-то даты двигался и у нас в принципе нет традиции полноценной передачи информации мы предыдущую информацию посчитали не не состоятельной и движемся уже в другом русле в другом учении на нарабатываем новые потоки информации новые массивы информации среди которых тоже часть достоверная часть нет такая забавная ситуация и что будет со следующим стихийным стихийным явлением которое нанесет ущерб мы от этого не застрахованы вот очень здорово и доверяйте